всех приветствую мои родные любимые сердце моим дорогие веганы и христолюбчики всем желаю всего самого доброго и светлого давайте почитаем комментарии на разных моих площадках ролик назову веган по библии или по сердцу так будут они так назову ролик давайте почитаем комментарии здравствуйте нужны тест тексты из библии для подтверждения но это под моим роликом прекратить есть мясо знаете ты под каким-то постом я уж не помню это скриншот с контактом но я им пишу да мир бессердечному безумцу нужны нормальному доброму человеку в здравом уме нет еще и пишу дмитрий иисус много текстов из библии привел для подтверждения своего учения любви к врагам припоминается мне что он дал учение противоположной библии где надо было ненавидеть врага о чем сам иисус и сказал еще раз какую мысль я хочу донести когда ссылаются на библию во-первых никто не отменял запыть притворение богом всего мироздания что сказал господь одному созданному человеку внутри которого уже было и мужчина и женщина все что тебя окружает все что падает с деревьев и все что растет из земли растение плоды с этих растений даю тебе в пищу и каждому животному всю полевую траву вот заповедь бытия закон бытия закон жизни закон любви никто никого не убивает никто никого не насилуют никто никого не пожирает не живем ни каким-либо другим еще образом не сдирает низкого шкуру не проводит ни на ком экспериментов заповедь от любви была дана от начала кто ее отменил никто бог просто есть бытие просто есть истина просто есть любовь просто есть это люди когда там ссылается на девятую главу где уже ной это не бог это но это люди написали о людях о том как они видели плохого бога и себя хорошими бог там разрешил да все тебе даю в пищу это все чушь собачья это сердце но я заповедь божья закон бытия от начала творения 1 любовь а любовь не причиняет ближнему зла если вы убиваете живые чувствующие существа божье творение неважно человек тоже божье творение человека вы насилуете убиваете грабите обижаете животное которое переживает радуется жизни страдает от боли тем более смерти вы бога ненавистник вы убийца бога в любом его проявлении вот так вот по поводу евангелия не просто так привел этому до миру прим в пример учение иисуса когда он сам сам иисус говорит вам сказано древним люби ближнего это мы знаем как мы сей любил ближних до чуть что сразу секир башка и вомут с головой до краком на еду и ненавидь врага своему а иисус говорит а я говорю вам любите врагов ваших поэтому то что вам почистили евангелие и представляет иисуса кровожадным убийцей и животных и даже людей начните закончите начните с любви к животным закончите любви псевдо любви к людям видев патриотизм и национализма перерезает другим глотки ради кого-то там любви к своим ближним и все поймете какие вам еще нужны подтверждения из бумажной библии которую сатанисты извратили истину и написали вам дали в бумажках там есть отголоски правды да это же не не берусь вам не бог не открывал сколько в библии процентов правды истины то что бог приходил на землю конечно я верю в это бог явил абсолютную святость конечно мог ли бог святой создавший все свое творение человека животное вложившего в него сердце нервную систему глаза уши и и сам бы он стал убивать и повелевать убивать свое же творение только безумец и тупой абсолютно бессердечный и глупый человек будет это утверждать нормальный человек особенно который называется просвещенный покаявшийся христианином буддой кришной кем угодно понимает если он нормальный человек что бог нормальный человек не будет губить свое творение бог тем более особенно когда он явно явился воплотит для того чтобы что дать на пример и образец святой жизни райской жизни жизни в царством небесным пребывая в котором мог только быть люди которые познали истину и живут согласно этой истины какие еще нужны доказательства следующий комментарий алекс суховершки сух неважно суховер суха ре скис короче по назовут себя не прочесть никогда кролику я веган христолюб с канала моего обо мне дмитрий скажите пожалуйста где иисус учил о том чтобы не есть мясо введение петру было сказано заколеешь имеется ввиду животных хотя конечно это образ но все же может вы знаете о прямом повеление господа насчет вегетарианство кроме того случая в эдемском саду кроме то куда тот случай делся значит когда его убила животное сожжала его и накормила этим адама это было грехом а с тех пор за который мы все до сих пор страдаем из которого мы все до сих пор не можем проявить желание выбраться кроме того случая а что мироздание куда-то сделать или бог стал другим или бог изменился или бог стал злом или не истиной или недобром с каких-то пор мы можем творить зло и думать что мы пребываем в боге нет с каких-то пор что-то изменилось с эдемского сада разве бог не призывал адама с евы к покаянию разве бог с небес и через пророков и через светлых людей не призывал безумных людей к покаянию разве бог явившийся во плоти не призывал к покаянию разве апостолы не призывали к покаянию что изменилось с эдемского сада ничего поэтому это не тот единственный случай это тот единственный случай скак с которого и началась космическая катастрофа или просто убить некого было просто адам то один еще надо детей рожать она убила беззащитное животное сожрав его и накормив адама вкусными котлетками она поплатилась за свой грех достойной по делам своим принимаем что она в мучениях и в скорбях будешь рожать давать жизнь и вы первый кто народ родился и назвал мне его жизнь чтобы она давала жизнь теперь они смерти его ада вместо радости земледелия что теперь вкушают черни и волчцы вот и все поэтому это не тот единственный случай это тот как раз единственный случай в котором мы должны все покаяться да так ради бога прошу вас не подумайте что я нашел я ваш противник да ты не мой противник если ты убиваешь беззащитные существа ты противник бога противник истины противник любви соответственно ты мой противник ты против меня потому что я проповедую живу в любви призываю к любви ты живешь во тьме и проповедуешь и призываешь к тьме вот и все вы поймите это каждый выбирает сам сторону не потому что я вас туда подвинул и потому что бог будет разделять овнов и овец он такой злой козлов и овец по праве ты и ты мне не нравишься иди по правую ты мне нравишься и полеву поймите наконец бог не судья никого не судит мы сами себя суждаем мы то кто мы есть если в этой жизни господь надел на нас кожаные шкурки так называемый чтобы мы могли быть говном внутри а сверху быть в красивой обертке только для того чтобы люди могли добровольно самоопределяться перед лицом добра и зла чтоб тот кто решил не врать не врал не потому что никто не знает а потому что он просто любит все и понимает что жить во лжи не может человечество и царство небесное не может стать из царства лгунов потому что здесь мы все страдаем от лжи и нелюбви насилия убийства злобы ты-ты-ты-ты-ты от всех грехов человек понимает грехе счастье блаженство рая не может быть значит нужно измениться поэтому вы противники не мне вы противники самому себе потому что вы будете жить там где вы сейчас живете так будете жить вечно если вы хотите жить нормально изменитесь я пишу иисус личным примером и уст и устно об этом учил но в бумажках дошедших до нас которые писали переписывали люди все подтвердили извратили все переписать все подтёрли и извратили в угоду злым человеком и бог не изменяем он любовь и в эдеме и здесь сегодня первая глава остается актуальные веки вечные как как-то странно получается в раю значит бы был бог любовью а затем превратился в садиста душегуба позволяющего убивать свое творение которому сам дал сердце чувства глаза уши нервную систему и повелевает одному ты своему творению виде человек в которой казалось бы выше умнее добрее убивать беззащитное существо которое просто беспомощно перед лицом кровожадного человека убийцы вы сами подумайте ту чушь которую вы несете в которую верите в которой вы живете и что ваша чушь отражается не только на вас и на всем окружающем мире мы никогда не сделаем у светлее пока вы все не начнете меняться каждый из вас в частности петр грешный человек даже людей почитал нечистыми это по поводу его примеры из петра петр спокойно ананью сафиры умертвил все опять на бога все это клевещут что дух святой умертвил это был петр это его сердце он был настолько горячим парнем что да вот меч да я сейчас голову кому-нибудь отрублю и это был абсолютно не просвещенный человек несмотря на то что из апостола строит там каких-то небожителей они не являлись такими они даже в присутствии бога явишься во плоти умудрялись такие косяки вытворять и после его явления что только за голову берешься вот именно это был образ образ как моисей вдруг решил разделить мало то что ему до лампочки было это был абсолютно кровожадным жестоким человеком всей истории человечества но одним из таких да и еще животных потом разделил там на чистых не нечистых господь дает петру то видение которую он способен воспринять ну пуп петр для нас не примеры не авторитет вопросов которых он был грешником ему господь дал видение и сказал ничего не почитание чистым кстати чистое сердце даже этот пример лишний раз покажет что бог пытался даже петра убедить не только в том что нету людей нечистых то скажем перед богом что все достойны проповеди так пожалуйста примени это светлым сердцем не темным когда ты пытаешься найти себе оправдание злу ой петруш бог сказал заколеешь это видение было так вот именно о когда я ничего не пча не чисты то есть он делил а он говорит все не все все пред богом чисто так это был видение он нечет и кстати в том же самом видении в концовке ничего не заколол ему три раза было просто сказано не написано что он что-то там заколол и съел только вы все додумывайте лишь бы оправдать свои беззакония хотя сердце нормального человека и мозги если они у него присутствует говорят о том достаточно посмотреть процесс убийства животного один раз и понять что это зло а если не понимаешь ты просто конченый даун ты никогда ничего тогда не поймешь вообще если до тебя убийство любого живого чувствующего существа у которого есть который с такой же крови плоти как ты у которого есть кровь которую есть душа есть глаза зеркало души есть сердце есть уши есть нос есть лапки которые рожают детишек которых нячут за них переживают плачут если ты глядя на убийство этих живых существ не понимаешь что это зло ты просто конченый идиот все не библия те не поможет не сам бог с небес не не поможет не христолюбки не поможет ты ничего не поможет пока ты сам не решишь покаяться в этом грехе как еще кроме видения сходи на на скотобойню к соседям зайди который рубит бедных животных убивают видео открою посмотри если ты называешь это добром у тебя просто не в порядке с головой ты просто идиот тут нет другого ответа от меня говорят что я очень грубый стал хотя вы меня плохо знали ей до покаяния был не особо мягкий обставил что меня люди боялись я просто я просто не понимаю как можно называть идиот это человек который ну с головой вообще не дружит да как говорят ты чё идиот вот это вот это как это назвать то есть человек это видит и говорит что это добро если ты что это зло особенности называешься все говорю я обращаюсь к людям в основной своей массе меня слушаю далее ролики попадают наверняка в поисковые системы которые ищут истину то есть сердце казалось бы у них что-то там зашевелилась бог и как-то облегчает люди люди чувствуют свет боятся тьмы и начинает к нему тянуться как-то да и казалось бы показываешь ему это в картинках я игру пожалуйста сходите на живую скотободни как я повторяюсь да к соседям которые у вас может быть рубит этих бедных животных посмотрите на это если вы это любой любой ребенок ребенок господь будьте как дети любой ребенок и к сожалению заслуга в кавычках всех наших родителей всех нас кто является родителем воспитывающих будущих убийц трупоядов в том что мы их не воспитываем веганами что мы их не воспитываем в раю что мы не воспитываем их в любви к божьему творению в пребывании в боге и и у любого нормального ребенка покажи нормальному ребенку когда вы готовы ему это показать хотите в 3 значит если не хотели в 3 показывать до 3 не пихайте в него трупы бедных убитых животных беззащитных перед кровожадным человеком в 5 готова показать сводить его на скотобойню сводите в 5 всем всем до этого возраста не смейте кормить его трупами убитых животных у вас нет на это никакого права делать из человека урода из собственного ребенка дебила делай я своих родителей я им сказал я вас за это по головке погладить не могу я могу это поставить только в укор если бы я сам потом свалился это был бы мой личный грех а когда еще до родители могут додуматься детям сказать ну ты же ел это ваша заслуга в кавычках что я это делал если вы родители умные родители желающие хотя бы своим детям благо покажите им это глазами ребенка ребенок если мы нас вырастили такими тупыми бессердечными убийцами родители мы потом друг другу взрослый пытаемся доказать что убийство это зло я все время смотрю на этот мир думаю господи мы настолько отупели мы настолько просто дебиле одебелине ли что взрослый взрослому человеку должен доказывать доказывать убеждать находить доводы аргументы из библии что убийство животного которое кричит вопит упирается что это зло я я когда чем дальше ты прозреваешь я у меня просто я вот эти ролики пишу а уже не знаю сколько писать у меня уже целый плюс набрался я уже все сказал я думаю что надо сделать как надо в ухо взять орать человеку или что я уж что разбил давай я тебе по башке трахну чтоб ты понял что это больно ты же понимаешь что ему больно почему мы считаем что тебя я не могу взять лишить свободы лишить радости жизни а целый день сидите в подвале пичкать дерьмом и дубасить тебя каждый день почему ты считаешь что я с тобой этого не имею права делать потому что ты чувствуешь боль потому что ты страдаешь потому что ты хочешь любви и радости а почему ты считаешь что ты имеешь право лишить всего этого беззащитное такое же существо которое ты своими детскими глазами еще видел что она такой же как ты ты его обнимал нам всем погладить кошечку даже те кто убивают этих бедных животных они почему-то когда заводят этих маленьких цыплят ой приходи посмотри какой цыпленочек а чё ж ты не зовешь своего ребеночка приходить посмотри как ты будешь ему голову отрубать и мы настолько отупели что мы не можем это понять мы не можем понимают вообще единицы остальные многим по 80 по 90 70 лет меня окружают мои собственные родители бабушки дедушки посторонние люди я говорю сколько вам лет вы настолько тупые ну почему мне было 30 я это понял это из-за тупости что никто и я почему не горит ты вот так проповедуешь неправильно всех отвращаешь я говорю я благодарен тем людям которые мне открыли глаза и мне открыли люди вот такие которые я сейчас таким сам являюсь вот этой вот правдой сказанной мне в лицо показаны этой правды потому что я вырос в городе и я видел только котлеты отбивные я никогда не видел как перерезают глотку животному мне не до этого было мне собирали в школу в детстве в кормушечке мне меня кормили в столовой я никогда этого не видел я бы раз увидела всем говорил я всегда был защитником животных еще с детства только меня учили что кошка и свинья это разные почему-то животные почему-то кошку нельзя убивать а свинью можно хотя в корее убивают и кошек и собак а где-то и людей едят оказывается что это за такое деление у нас что фашизм в мирное время 80 лет человеку и слушает и подохнешь завтра может быть сегодня чего завтра говорит ты сегодня можешь подохнешь неужели у тебя мозгов не хватило жизни не хватило чтобы 80 лет понять это особенно когда я тебе это говорю я смотрю я сам до 30 лет жил если мне нормальный человек если б я этих веганов видел бы повсюду я даже не знал что есть люди не яс как мы растем в 16 я сроду не знал у меня в школе не было вегана в институте не было на работе ни на какой никогда не встречал ни одного не вегана не даже вегетарианца где они у веганов там прибывает иллюзия что нас уже так много что мы скоро заквасим этот мир ничего вы не заквасите и я это просто знаете попытки при парке мертвого я пытаюсь мертвого воскресить а это бесполезно у меня нет силы потому что и своем власти на это что у него желание нет воскресать мы все лежим в этой болоте блевотине мы это я вас говорю то что я из этого болота я воскрес но когда мне задают такие вопросы уже я не знаю как объяснить мне достаточно было одного фильма земляне посмотреть все я в этот я с этого дня не ел мясо один раз один фильм все я его я даже не помню смог его досмотреть я такой смотреть не могу все один фильм недостаточно было и до этого прикосновение божьего когда решил покаяться познав что бог есть абсолютная любовь че еще над человеку так иисус бог и ему дьявол почему-то камень не в кусок я кстати об иисусе говорю да не в кусок мясо предложил превратить зачем бог иисус на этой грешной земле учил любить даже врагов не забирая их жизни если мы имеем право забрать жизнь любящего животного нас нас все животные любят особенно как называют домашнего вы взду вдумайтесь в безумие человечества мы забиваем своих домашних мы назвали их домашними животными и забиваем своих домашних это же это же просто пипец это просто дурдом я вру забей своих детей тогда они чё разница никакой нет абсолютно подумай над этим хорошенько где же ступень возрастания иисус ничего не попутал он мне пишет алекс фамилию не могу выиграть спасибо да по большому счету убивать никого нельзя по большому счету ну хорошо ты хоть до этого дошелся хоть по большому счету жить надо в любви ко всему творению может я и вернусь к тому образу жизни он видимо был потом отошел я уж не помню я давно эти скриншоты делал вот время пришло записать надо думать ну подумай да еще десятки убьют от тебя животных который ты плапа убийство которых ты проплатишь ну подумай когда как коснулось бы твоей шкурки вот твоих детишек бы сейчас взяли за ноги подвесили на крюки ты подумал бы я думаю тебе ровно одной сотой секунды хватило бы подумать ну а так ты подумай до время то есть что не ты же там сидишь не твои же дети не твои же детей там убивают пока буду смотреть ваше видео они тень никакой пользы не принесут если вы не будете делать то что я вам говорю все мои пропу яминова разговорили твои пропит никто не хочет слушать потому что они призывают к деятельной жизни не бла 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 а делать как иисус говорил делайте делайте вот это так поступайте так не поступайте делайте не хотите делать вольному воля со мной хочешь ходить надо будет делать то 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 оставить все продать все и последовать за мной взяв крест неся его идя за мной но неся свой крест споруга непоношение непонимания оплевания предательства измены ну ты подумай посмотри мое видео вряд ли они что-то тебе дадут на них по только вчера них попал верю не случайно ну дай бог я пишу пожалуйста ну а пока ты не вернешься к святой жизни и будешь думать пребывая в грехе каждый день из-за тебя будет убита очередная живая душа испытывающий все те же чувства радости и боли что испытываешь ты сам и близкие тебе люди хочу чтоб ты помнил об этом просматривая каждый мой ролик каждый раз употребляя твой новый завтрак обед и ужин пожирает труп убитый тобой живой души от чистого сердца желаю тебе скорейшего покаяния кроме нас веганов у них никого нет ибо их лишили самого права на свободу и счастливую жизнь и всем вам я желаю не только этому делитесь роликами делитесь информации проповедуйте благовествуйте светите кроме нас никого нету нету господь сказал если соль потеряет силу зачем она нужна я выброшу его свет потерявший свет он не нужен никому он стал тьмою мы свет миру мы соль земли это соль в проповеди в обличении греха в при в призывах как ты слова хотел сказать но неважно говорить правду людям говорить им то что нужно делать добро естественно в первую очередь начав себя сделав это добро своими собственными руками ногами головой глазами ушами и языком отвратиться от зла и сотворить благо валера христа веган матюхина 2 коринфян 3 5 на 13 2 коринфян 13 5 что стих проверяйте себя верили вы испытывайте себя живет ли вас иисус христос это очень просто самый эффективный испытательный тест на христианство это веганство для меня мной до немногие проходят с первого раза но не надо падать духом кто устремится с открытым сердцем тому откроется на верном ли он пути мысль валеры мне когда-то очень понравилось вернее даже как раз я еще недооценил знаете меня стали часто в последнее время именно христиане тоже укорять что я типа вот все свел к веганство даже все христианство вы знаете у меня кто посмотрите мои самые первые проповеди беседы к сожалению многие закрыты тогда люди стали кто вот именно сам я с ними как хотите рву общение они со мной вот с кем-то мы вообще расстаемся в негативе и кто со мной беседовал были публичные записи многие были закрыты удалены целиком кто меня почти все об этом помню тоже в один момент попросили когда я пошел против не только православие и католицизм и протестантизм и и же со всеми ими да со всеми этими сектами которые несут полную ахинею я много говорил всегда об этом конечно я рассказывал тоже на своем личном примере свидетельствуют именно что я тоже заквасил с этим бредом там кого хочешь ешь только там человека типа не ешь тоже немножко меня это коснулось хотя я ру когда мне на глаза попадались даже вот мои беседы кое-кто мне там нарезал я просто возвращал сам-то их конечно не пересматриваю я же сам видел как я это веганство всегда твердо проповедовал что касается себя уж не говоря про то что я сам в этом прожил сколько лет и вот именно из-за вот этих вот бредов и и из-за вот этих вот того что в библии все подтерли в евангелии в частности в новом завете дальше чем я убежден конечно же я тоже мне не было повода говорить когда я читал библию мне не было повода когда я читал смысле наседался и говорил вот эти огородно-своенагорные проповеди или кто знает на из канал христалю библия чтение писания и иных писаний которые может быть еще будем в будущем читать да я конечно же даже повода нет муж все почистили из христа сделали труп ожора убийцу проповеднику убийство труп ожорство закиньте сети да сдерите шкуру он этого никогда не говорил он сказал затем то сказал оставьте все это будете теперь ловить человеков в чо их надо было ловить в любовь в проповедь истины и вот вы знаете веганство это действительно настоящий тест для человека чтобы стать только христианином почему я и свои так скажем имена и никак не пытаюсь веган и христа и христианин даже как-то соединить в какой-то гибрид вы знаете потому что я всегда об этом говорил буду говорить даже тот христос который до нас бумажном варианте тот тот образ бога его жизнь его учения дошедшие до нас в евангелии в меня в свое время сразила просто и несмотря на все косяки которые я узнал всю эту ложь которую там есть образ любви к человека большего чем в евангелии вы не найдете в образе бога пришедшего во плоти причем опять надо дать и туда все искажения или связи будет с кем-то лживыми толкованиями читать что он скажет ну вот же два меча пошли в патриотизм голову рубить иисус никому никогда головы никакие мечами не рубил словом кстати рубил еще как прям на корню сносил говорил прямо вы дети дьявола потому что ищите убить меня а вы думаете он не называл дьяволами тех кто убивает беззащитных животных по аналогии если су сказал что они дети дьявола когда не только искали убить его они еще не убили его и он имел полноту власти как бог просто не отдаться им в руки они бы все от одного забора наоборот своего дыхания жизнь из них они бы просто падали замертво как упал она не сапфиры только по дуновение по вибрации сердца петра если он детьми дьявола называл тех кто хочет его убить уж очевидно что он не был скромен на словцо с теми кто просто так убивает беззащитные животных беззащитных людей любых людей даже защитных потому что он был не беззащитным он был бог но за попытки творить зло он уже называл людьми людей детьми дьявол потому что они уже не люди вот так вот и поэтому веганство это очень важно очень важно если человек поднимает руку на беззащитное живое существо человека ребенка старика слабого человека инвалида неважно какого животное что может сделать овца человеку кролик кроликов забивает в их руках держали это же наимилейшее сознание создание курочек птенчиков мой мужчин в любой скота этой промышленной животноводкой всех мальчиков убивают поголовно куриц быков всех всех месяц в одном корыте если человек не может отказаться от зла ну что тебе сделает ребенок ничего что тебе сделает старик ничего человек поднимающий руку на человека слабее себя тем более это вообще ничтожество это просто ничтожество говорит что ты христианин я всегда к я им прямо в лицо грудь никакой ты не христианин но мнил ты себя христианином ты встретился со мной я тебе говорю ты не христианин и не христианка ты исчадий ада ты ничтожество ты позволяешь себе гнусные поступки совершенную еще адамом съема в раю убийство беззащитного живого любящего меня существа это настолько немаловажно все творение любила человека она шло к нему и они она она в частности там так уж случилось поднимает на это существо свою руку не еще нет своих детей у евы и она убивает это животное и не раскаивается вы делаете то же самое вы ни в какой рай еще не вошли вы ни на какую ступеньку покаяния даже не достигли этого рай царство небесное это разные вещи в царство небесное вы попадете когда вы будете идти за христом неся крест когда вы будете идти за истинный проповедовать и за это получать по голову по башке как получаю постоянные вот тогда вы граждане небесного царства вы пока не вошли в небе и и в рай сотворенный богом на земле вы на земле откажитесь от этого тогда получите достойное воздаяние продолжаем серию в комментариях веган побивали или по сердцем ну и бытие как всегда уже измучили этим бытие 91 и благословил бог но и сыновей его и сказал им плодитесь размножайтесь наполнять и землю страшаться и до трепещут вас звери земные это не бог сказал поймите наконец это это написали люди о людях как всегда еще саддама с евой первородным грехом тыкаешь что бог плохой а я хороший это люди такие были такой был ной это был такой же убийца негодяй это его сердце он не собирался отказываться как уже все до потоп на человечество саддама ева со времен убивала и поэтому животные даже до потопа еще любили человека не отвечали ему и бог вкладывает в природу так скажем а точнее опять вот даже я пытаюсь сказать для дебилов что бог вкладываю ничего бог не вкладывает ударьте себя возьмите кого попросите ударить себя по голове по тупой вашей башке или ударьте кого-нибудь он как к вам будет относиться все бог библия написано наполовину если я вам честно скажу идиотами моё любимое слово стало вы устали часто слышь так и есть бог ни в каких зверей не вкладывал даже страх и трепет печал перед человеком человек взяв дубинку и ударив нож и зарезав животное вложил в него этот страх как вы этого не поймете да не бог плохой люди конченые люди люди не бог не бог вложил в зверей бояться лишь поймите кто это вот вообще написал всю девятую главу ну кто ну человек убивал а бог плохой а бог плохой вложил в животных боятся сначала вложил в них в любовь к людям и людям сказал любите их обладаете полнотой властью свободы и любите их заботьтесь вся земля верена вам человек бьет по голове животное сдирает с него шкуру бы сожирает его труп и бог опять плохой адам все ты же ты живот вложил в меня свободу избирать между добром и злом я и соблазнилась адам красавчик ты ты мне дал эту жену это ты ты во всем виноват и так и дальше и так и дальше это же бог вложил в зверей страх и треть человек в этой же да но и ни в чем не виноват он так их любил что тут же выходит из ковчега и зарезает и приносит их жертву какому богу он это делает какому богу садисту нужна эта жертва какому этот бог идиот бог но и это не бог истины это бог но и это бог в его голове и этот бог тупой садист неужели это так сложно осознать неужели так сложно осознать что бог но и это бог садист давший он он садист он дал живому существу все чтобы испытывать боль и радость и горит убивая его убивая его вы не понимаете что вы из бога делаете просто вы просто у вас просто ничего нет в голове просто ничего нет в голове вы настолько зазомбирно что какой-то идиот это написал когда мне говорит слушай а почему тогда в первую главу принимаешь я вам объясняю потому что истина она в человеке я могу на все что угодно в мире смотреть и как господь и сказал мир это поле с плевелами пшеницы пшеницу собирайте плевелу выкидывайте сжигайте огнем неугасимо неужели так тяжело понять библию написал не бог даже первую главу писал человек но так как там извратить нечего был потому что бог есть абсолютно любовь красота и благость и он создал мир абсолютно благим счастливым и добрым но свободны и зло начал вносить человек и со времен сотворения всего мироздания во всем зле в мире виноват только человек каким еще словами говорить я не знаю что люди поняли в библии написано что такое библия слово переводится книги в книге и что ну кто-то написал кто-то написал и все это приписал богу этот человек не умный не умный этот человек глупый человек не надо это слушать это же ад если все это будут делать так жить нельзя как еще объяснять людям не знаю прокомментируйте пожалуйста стих прокомментировал давайте еще зачитаю свой ответ с этих пор после потопа труп убитого человека беззащитного животного не наносит молниеносного вреда здоровью тела человека хотя хотя но это я уже немножко по-другому отвечаю или было до этого переписка уж не помню почему я про здоровье все ну давайте ладно отвечу но я просто читаю вам не будут комментировать хотя ни один из не осталось без последствий человек все равно всегда пожнет то что он сеял но человек остается свободным выбрать между добром и злом где ему жить в раю где царила любовь и животные 1 в раю где царила любовь и животные властились к любящему их человеку питающим всем что он растет на земле деревьях и сказал бог вот но я тоже стихи привожу это ты или в аду где сильных пожирает слабого даже человек и где все живое боится и трепещет кровожадного человека которого на которого готова на все ради удовлетворения своей похоти чрева глаз и так далее бытие от этого образа висит качество твоей жизни выбери добро благо любовь и будет тебе вечное благо бытие давайте на этом прервемся у меня в папочке аж 9 комментариев многие из них как видите большие пусть это получится серия до встречи а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok